Не-не, в три надо, давайте, давайте, в три. Раз, два, три. Ну, чтоб кружка влезла. Так, сыпь. Мы подготовились. Тогда не запутаемся. То есть теперь берем шарик. Уже запуталась. Пожди, у меня такое тупое лицо там будет. Руки, руки, свути, снимай. Шарики, не шарики, кружочки. Это плоские шарики. Привет, вечерний Владивосток. В первом видео мы в Грин Мозаик делали крафтовую елочку для украшения праздничной ели. И это вторая часть, где мы в зеленой студии декора и подарков делаем еще одну самодельную елочную игрушку. Шарик. Так, ну и сейчас мы начнем делать вот такие шарики. Они очень похожи на те, что делали как раз в детстве наши родители. Это простая конструкция, с которой справится каждый. Но именно при склейке вот этих шаров я рекомендую пользоваться термоклеем. Он быстрее сохнет. То есть это можно делать и ПВА, или там клеем-карандашом, но все будет дольше гораздо ждать своего момента. Собственно, нам понадобится крафтовая бумага. И как ни странно, кружка. Держите. Складываем бумагу вот так в несколько слоев. Не принципиально. Как? Главное, чтобы... Не-не, в три надо. Давайте, давайте, три. Раз, два, три. Ну, чтобы кружка влезла. Так. Просто это позволяет, да, это позволяет сразу вырезать несколько окружностей, потому что нам понадобится их миллион. В зависимости, на самом деле, от ширины, размера, шара, тем больше штук. И как нам хочется сильнее растянуть. То есть если мы сильно, мало сделаем, то они будут сильнее растянуты или будут вот так. Обводим ручкой и вырезаем. Собственно, от диаметра кружки и зависит размер шаров. То есть если хочется какой-то большой, то мы можем взять тарелку. И так же поскладывать. Так же это может быть... Что-то же возьму. Так же это может быть из цветной бумаги. Так же разноцветной. Так же газет. А минимальное количество кружочков сколько должно быть? Это все на глаз. Вот зависит от того, что вот здесь, например, можно было убрать штук 10, и шарик был бы более натянутый. Если мы хотим, чтобы он был более такой плотный, да, то... То есть это все смотрится... Мы сейчас, когда будем клеить, будет видно. А так зависит от размера они. И так у нас получается много шариков. Каждый из них мы сгибаем пополам. Вот так. Даша, неси наши волшебные шары и закидывай свои на стол. Мы подготовились. И сделали много шариков. Теперь, тут смысл весь такой, что внутри, между, как бы внутри шарика нам нужно клей проводить вот так. Раз, два. Снаружи один раз. И главное не спутать. Но я рекомендую. Сначала мы шарики берем половинки и все между собой склеиваем по одному разу. Один, один, один. И тогда они у нас будут склеены вот так. Потом мы пройдем и внутри все по две разу помажем. Тогда не запутаемся. То есть теперь берем шарик. Уже запуталась. В девочках это всегда весело. Между собой мы их склеиваем одной линией клея. Не доводя до конца. Не доводя до конца, да, чтобы оно не склеилось снаружи. Когда много делаешь, уже потом это на автомате какие-то вещи, кажется, само собой разумеющиеся все. Так, это делаем много раз. Мне кажется, у меня такое тупое лицо там будет. Руки, руки, сводите снимать. Смотрите, когда у нас получилось вот так. Теперь, чтобы получилось вот так и началось склеить, нам нужно по два раза проводить внутри. То есть можете попробовать, часть просто сделай, да. То есть открываем каждую, только не снаружи здесь. Так мы делаем много раз. Сейчас я помогу. А вот здесь где-то вот так и вот так. И везде одинаково. Это проще. Здесь было самое сложное на самом деле нарезать шарики. Не шарики, кружочки. Это плоские шарики. Все филологи. Подавились. И вот смотрите. Так, главное, чтобы он не вылазил здесь за контур. Вот так у нас получилось. Склеилось. Так. Ну все, капец. Все ли у нас было правильно? То есть когда он выходит... Так, справится даже ребенок. Сейчас. Я все делала правильно. Не, они просто между собой склеились еще вот здесь. Ну, когда выходил клей. Вот в чем проблема. Так, дам все-таки вот этот пистолет, он поменьше мажет. Я порвала. Так, сейчас. Ну ладно, мы это вырежем. Так, это мы это делаем. Сейчас чуть-чуть и размазываем, да. Чуть-чуть намазали. Да, да, да. У нас будет один шарик, видимо. Ничего страшного. Мы доказываем, что могут все. Она будет все, конечно, привезти. Нет, тут могла самооценка, да, Валерия, вообще упасть. Если бы дети такие сидели. Я накинала мне елка, готова. Теперь, чтобы соединить, да, мы опять промазываем по центру. Предоставили эту возможность мне. Соединяем так же. Приклеем туда ровно. Конечно, можно высчитать там, сколько это штук, да. И теперь, собственно, сам процесс сведения. Ну, сейчас он подсохнет чуть-чуть, да. Разворачиваем аккуратно. И, собственно, магия в том, чтобы сейчас вот склеить там. В принципе, вот меряем, да, каждый раз, то есть смотрим в зависимости от объема. Да, такой, какой-то, где нужно подправить, расправить немножко. Да, ну, сейчас здесь сделаем полоску и соединяем. Мне кажется, самый волшебный такой процесс. Так, не волнуюсь, все нормально. Молшебство! Это будет самое веселое видео за последние несколько недель. Сейчас, подожди, сейчас высохнет с ее стороны, мы еще раз сделаем тумы. Я нашла свое призвание, я буду снимать мастер-классы и тупить на них. Следующий раз, и будет проще. Сделать 50 штук вообще будет. Ждем, пока не шевелимся. А то вдруг опять вот и не дышим. Все, то есть потом ровненько мы... Так, знаете, она вот такая у нас творческая. Собственно, веревочка делается просто. Связывается веревочка, здесь связывается, разрезается веревочка и связывается узелок, чтобы он там остался как бы внутри. И вот сюда аккуратно мы вставляем и капаем чуть-чуть клеем. Собственно, готово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok